Здаро, бро! На связи Арзик, и ты попал на мой новый видеоролик по Блэк Раше. В прошлой серии мы с тобой устроились в криминальную организацию, а также я тебе показал самые главные фишки и плюсы ОПГ. В сегодняшней же серии мы сгоняем на поляну, то есть на ограбление воинской части, а также выполним специальный квест «Доставка кайфа». Если хочешь получить 250 блэккоинов абсолютно на любом сервере Блэк Раше, то пиши креативный комментарий от 4 слов и подписывайся на мою тележку, там будут итоги конкурса. Лидер уже собрал строй, и мы начали грузиться в гелике. Ну что же, поехали на воинскую часть. Не доехали немножечко. Хотя это был краш, а что мы поедем дальше? Собственно, выгружаемся из тачки, ну и погнали в 24 на 7. В первую очередь нам нужно обновить масочку, освежить, чтобы она у вас нечаянно не слетела. Покупаем масочку, а у вас уже есть, используйте через инвентарь, окей. У нас осталось две масочки, одну юзаем, а вторую, наверное, удалим, чтобы прикупить сразу же новый набор. Собственно, все, масочки мы приобрели, и берем аптечку за 150 рублей. В целом, погнали, собственно, дальше. Грузимся в этот прекраснейший гелик. Ну и как вы видите, лидер вон стоит и надевает масочку, и как я понимаю, отписывает репорт о том, что мы выезжаем на воинскую часть. Так что все по регламенту. Армоник лучший ютубер, спасибо, братанчик. Собственно, вот мы уже подъехали к ПП на воинской части, выгружаемся. А, собственно, и пушечки-то у нас и не было, поэтому выпрыгиваем из гелика и залетаем на фамсклад. С него мы берем 50 патронов на дизерт игл, а также один бронежилет. Согласитесь, что этот чемодан как-то немножечко мешает, поэтому от него нужно избавиться. Конечно же, удалять его не буду, но вот переместить в инвентарь, думаю, что стоит. Вот так-то уже, по-моему, гораздо-гораздо лучше. Видим какого-то бедного вояку, который бегает повсюду, мечется. Отправляем его в лазарет. Собственно, лидер пока что взламывает у нас систему. Тут какие-то вояки поставили фуру, что, кстати, запрещено делать. Ну, ладно, собственно, погнали, погрузимся пока что в бусик и заедем. Собственно, заворачиваем вот сюда вот, и тут на панам начинает поливать какой-то печенька-ефрейтор. Но его пацанчики развалили. Даем по щам руководству, чтобы следил за молодыми, а то че он. Ну и едем, собственно, дальше. К сожалению, вот тут вот у нас тачка выгрузилась, скорее всего, кто-то его отдел вышел из игры. Ну, окей, ладно, погнали, собственно, дальше. Я бегу к складу пешочком, но тут, в принципе, ничего страшного не случилось, поэтому перемещаемся сразу же в следующий день. Мы с вами уже стоим на строю вместе со всеми пацанами. Все видите в черных масках, а я в своей шапке клоуна, как всегда в целом. Собственно, лидер дал команду бежать на задний двор в УПГ, поэтому погнали смотреть, что там нового случилось. А тут у нас стоят прекраснейшие грузовички для того, чтобы выполнять квест доставка кайфа. Запрыгиваем в один из них и, собственно, как-то в конце, знаете, не к эмильфу ехать. Давайте куда-нибудь вперед перебежим, в каком-нибудь передний грузовичок. Там, наверное, будет чуть-чуть получше чилить. Собственно, идем в него, запрыгиваем на переднее сиденье, само собой. Погнали, собственно, дальше. Арзик, я тебя люблю. Ну, вы прикиньте, а подписчики даже тут нашли. Собственно, выезжаем мы с вами с базы УПГ. Ну, и, собственно, погнали. Скажу вам так, что дорога намечается очень интересная. Первый момент был вот тут вот. Как бы мы просто едем, никого не трогаем. И из ниоткуда начинает нарисовываться вот эта вот ламба. Которая, ну, как видите, немножечко откосила. Следующим этапом уже приехала вот эта вот тачечка. Ну, ее бортанули, прижали, и она что-то как-то уже, ну, отсдулась. Уютное кафе решилось сделать, но не сегодня. Водила вытворяет жесткие кульбиты. Видите, нам тут расчищают дорожечку. Опять это ламборгини гребаная. Сейчас, посмотрите, подрезать опять будет. Скорее всего, но это не точно. Вдвоем начали подрезать. Прикиньте просто, насколько бессмертные. В тачке сидят два УПГшника вооруженных, а они быкуют. Это вообще верх всего, чего только можно. Нам пришла зарплата 8300 рублей. Вполне нормально. Мы уже приехали на точку разгрузки в этого. Ну, и погнали таскать ящики. Собственно, как видите. Берем вот тут вот и перетаскиваем их на эту меточку. Могу вам даже вид от первого лица включить, чтобы чуть-чуть погрузились в этот вайб. Берем, собственно, с меточки. И да, с таким вайбом, конечно, ничего не видно. Ладно, лучше так уже донесем с вами, чтобы ничего не мешало. Ну и, собственно, вот так вот выглядит все это дело. Переносим ящики один за одним. Все, первую фуру мы с вами разгрузили. Теперь осталось дождаться, пока ее оттаранят. И, собственно, поставят новую фуру на разгрузку. Поставили ее очень плохо. Но все равно ящики берутся, поэтому нормально. Жить хоть как-никак можно. Все, собственно, мы закончили всю разгрузочку. И лидер тут решил небольшой стройчик сделать. Как видите, фуллпг знает, кто такой арзик. Можете нас поставить на паузу, в целом его почитать. Ну, а я погнал сдавать автопарк. Это нужно мне для того, чтобы повыситься на второй ранг. Само собой, изначально я заполнил биндер. По информации, которую нашел на форуме. Ну и, собственно, погнали еще положим на склад 5000. Это тоже необходимо. Это указано было на форуме, что это необходимо для повышения. В общак закинуть 5000. Ну и, собственно, все. Делаем скриншот со слэштаймом. И на этом мы идем теперь сдавать автопарк. Лидера я, собственно, позвал. Говорим ему, фартуй, мужик, дарова. Че почем вы, человек, как жизнь молодая. Я хочу сдать автопарк. Все супер, лидер она вам дал добро. Поэтому начинаем. Просто запускаем биндер. Ну и, как видите, все само запускается и рассказывается. Все, мы все закончили. И лидер, собственно, говорит, что поздравляю вас, Илья. Вы успешно сдали автопарк. С этим нас можно поздравить. В скриншоте мы это все делали с таймом. И после этого отправляемся на форум. Я скопировал форму подачи. Она, в принципе, везде не единая. Никнейм, ранг, доказательства и дата. Доказательства я загрузил на имбур. Закидываем, собственно, изначально все три скриншота. О том, что я вступил в спецрацию, положил в общак и сдал автопарк. Теперь грабим вот эту прекрасную ссылочку. И вставляем ее в область доказательств на форуме. Также по своему вкусу вы можете добавить какой-то размер. Изменить размер, цвет. Можете поменять шрифт. Стиль начертания. Ну, короче, можно очень гибко настроить свою заявку. Я сделал, например, вот такую вот фишку, чтобы моя ссылка не была на полэкрана. Я добавил вот такой кликабельный элементик через вот эту функцию. Ну и, собственно, на этом мы закинули нашу заявочку на форум. Теперь осталось подождать только одобрение. Ну, а в следующей серии я расскажу, почему лидера батаревского УПГ сняли. Покажу вам, как мы неудачно выполнили один квест. И надеюсь, что повышусь на второй ранг уже с новым лидером. Ну, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в новых видеороликах. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok